Как любит повторять российская пропаганда, все извращения пришли к нам с запада. По мнению Симоньян, Соловьева и прочих товарищей, жители Европы и Штатов хлебом не корми, дай только ребенка сделать геем и нейтральный туалет построить. При этом в России, по словам Путина, такого мракобесия нет и не было. Трансгендеры, однополые пары — это все западные новомодные тенденции. А в России же традиционные ценности заложены испокон веков, но чуть ли не на генетическом уровне. У всех народов Российской Федерации, хочу подчеркнуть, у всех есть определенная внутренняя моральная защита от такого мракобесия, о котором вы сейчас сказали. Да пусть они там делают, что хотят. Но как показывает история нашей страны, Путин и пропаганда лукавят. Когда-то на Руси нравы были гораздо свободнее, чем в той же Европе. Сегодня мы погрузимся в историю и посмотрим, что же за традиционные ценности были у наших предков на самом деле. Врать не буду. За однополые отношения на Руси наказывали. Но вот прям законов против геев и лесбиянок никто не придумывал. Осуждение и наказание было лишь на уровне церкви. Священнослужители любили поговорить о садомии, мужеложестве, да и вообще о якобы правильном и неправильном сексе. Однако осуждалась не конкретно однополая любовь, а в принципе любые действия, отличные от миссионерской позы. Кстати, к однополым женским парам церковь относилась намного мягче. Лесбийские отношения, по мнению церкви, были меньшим грехом, чем секс с мужчиной до свадьбы. Несмотря на крики про садомию и извращение, церковь наказывала за такие отношения весьма мягко. Грешников призывали каяться и замаливать грех в церкви. Как долго нужно каяться, зависело от многих факторов. Был ли человек женат, какой у него возраст и прочее. Но, как комментирует историк и социолог Игорь Кон, за алкоголизм осуждали гораздо серьезнее. Для сравнения, в Европе того времени к гомосексуалам относились намного жестче. Началось это еще со средневековой инквизиции. Тогда европейская церковь преследовала не только еретиков, но и тех, кто практиковал, по их мнению, всякие извращения. Даже в XVI веке, в эпоху Возрождения, когда в Европе расцветают культурные и политические институты, гомосексуалам в новом мире места не нашлось. Их преследовали еще интенсивнее. Существовали специальные законы о садомии, наказанием за которые была смертная казнь, в том числе через сожжение на костре. В одной только испанской Сарагосе в 1570-х годах в гомосексуальности обвинили 500 человек, и более 100 из них были убиты. Неудивительно, что европейские гости, приезжая в русское царство, удивлялись свободным нравом русских крестьян. Например, английский поэт Джордж Тербервилл написал о Руси следующие строки. Хоть есть у мужика достойная супруга, он ей предпочитает мужеложца друга. И это, на секундочку, середина XVI века, эпоха Ивана Грозного. Кстати, сам Иоанн Васильевич, по словам его современников, тоже предавался подобным развлечениям. Был у него любимчик, Федор Басманов, которого часто называли любовником царя. Поговаривали, что Грозному нравилось, когда Басманов наряжался женщиной. Об этом рассказывали и князья, жившие на Руси, и приезжие иностранцы. Например, немецкий наемник Генрих Штаден писал, что с Федором Басмановым и отцом его Алексеем русский царь предавался разврату. Позже эти отношения даже отразили в кино. В фильме «Иван Грозный» 1945 года есть сцена, где юный Федор Басманов на перу танцует перед царем в женском платье. В других фильмах и произведениях этот аспект из жизни Грозного тоже упоминается. В общем, никакого массового осуждения или порицания однополых связей не было. По словам историков, на однополые отношения смотрели сквозь пальцы, потому что русское общество того времени понимало, что это часть сексуальной жизни. Если не считать церкви, то в документах и законах однополые отношения даже не упоминались. Косо, конечно, поглядывали, но осуждали не сами отношения, а скорее их внешнее проявление. Например, могли посмеяться над мужчиной, который бороду сбрил. Все же стереотипы о мужественности и женственности тогда были весьма сильны. Первые официальные наказания за однополые отношения появились при Петре Первом. Казалось бы, человек прорубил окно в Европу, и через это окно как раз наоборот должны были проникнуть в Россию всякие непотребства. Но нет, отношение к однополым парам, наоборот, несколько ухудшилось. По законам времен Петра, наказание за гомосексуальные отношения было жестоким. Казнь через сожжение. Формулировка для России того времени весьма странная. Как отмечают историки, Петр Первый просто скопировал ее из европейских уставов. В Европе казнь на костре оставалась еще со времен Инквизиции. Но не стоит думать, что в Петровской России пылали костры с представителями ЛГБТ. В сохранившихся документах того времени нет ни одного упоминания о мужчине, сожженном заживо за секс с другим мужчиной. Во-первых, закон касался только военных, чтобы дисциплину в армии не нарушали и сослуживцев не насиловали. Во-вторых, спустя несколько лет слова про костер из закона убрали, наказание заменили на порку. Что касается однополых отношений вне армии, то к ним относились как к чему-то совершенно обычному. А трансвестизм и смена гендерных ролей даже были модным явлением. Императрица Елизавета, дочь Петра I, очень любила балы-метаморфозы, где мужчины наряжались в женские платья, а женщины наоборот, надевали брюки и камзолы. Это, конечно, не голая вечеринка Ивлеевой, но представьте, если бы сегодня такой исторический бал по всем русским традициям захотели бы провести где-нибудь в Российском Доме Культуры. Как бы скоро к ним ворвался ОМОН по наводке Мизулиной. В юношеском возрасте и в дворянских семьях однополый секс воспринимался как нечто само собой разумеющееся. Ведь юноши почти все время проводили в лицеях, причем мальчики учились отдельно от девочек. И как раз в тот период развития, когда у подростков бурлят гормоны, кроме юношей никого вокруг не было. В лицеях учились многие российские поэты, поэтому бурная сексуальная жизнь из однокурсников нашла отражение в стихах. Вот, например, стихи юного Лермонтова. «Знай, прелестный наш чухонец, юность долго не блестит, хоть любовник твой червонец каждый раз тебе дарит». Это самая приличная цитата из стихотворения к Тизенгаузену. Вообще Лермонтов в этом произведении не стесняется называть вещи своими именами. Прочитайте полный стих, и вы поймете, что я имею в виду. Пушкин стихами о похождениях юных лицеистов тоже не брезговал. Среди его друзей были открытые гомосексуалы. Например, Пушкин порекомендовал своему товарищу Филиппу Вигелю посетить «милых трех красавцев», а также обещал приехать в гости к другу в Кишинев, если Вигель, цитата, «пощадит его зад». Конечно, нельзя сказать, что отношения между юношами были совсем уж безобидными. Некоторые подростки в лицеях подвергались насилию, но начальство на подобные вещи закрывало глаза. Впрочем, тут дело не в том, что это были именно однополые отношения. За детским насилием в те времена вообще следили мало. В церковно-приходских училищах нравы были не лучше. В женских институтах благородных девиц были распространены игры в обожание. Девушки должны были выбрать себе объект почитания, другую девушку со старшего курса, после чего всячески выражать ей свою любовь, томно вздыхать, писать ее имя в тетрадках, испытывать трепет от одного ее имени. В юношеском возрасте однополые отношения воспринимались скорее как игра и часть взросления, а вот взрослым гомосексуалам уже было сложнее. Но и это не значит, что они поголовно преследовались. Скорее, им просто не давали себя проявить. В России того времени были сильны религиозные институты и гендерные стереотипы. Мужчина, по мнению русской церкви, должен спать только с женщиной и наоборот. Врачи и психиатры того времени тоже людям не помогали. Они считали влечение к своему полу извращением и даже неким психическим заболеванием. Психиатр Вениамин Тарновский называл это половой инверсией и считал, что геев надо лечить. Однако, по меркам ученых того времени, склонность к проституции – это тоже психическое отклонение. Чуть позже, в середине 19 века, в России гомосексуальность все же начали наказывать юридически. По новому кодексу, принятому в 1832 году за сексуальный контакт между двумя мужчинами, полагалась ссылка в Сибирь на 4-5 лет. В российском обществе того времени к гомосексуалам стали относиться настороженно. Но отношение к чужой половой жизни менялось в зависимости от человека. Если тебе кто-то не нравился, то можно было легко обвинить его в гомосексуальности. Если же человек был знаменит или просто считался душой компании, то на его личную жизнь закрывали глаза. Кстати, уже тогда российское общество пыталось переосмыслить свое отношение к представителям ЛГБТ. Некоторые юристы, включая Владимира Набокова-старшего, призывали и вовсе отменить преследование геев. Но все же в значимой части общества на однополые пары по-прежнему смотрели косо. Одна из причин негативного отношения к гомосексуалам – это коррупция. Представители царской семьи и чиновники нередко протаскивали своих любовников на государственные должности. К примеру, слухи ходили по поводу князя Владимира Мещерского, публициста и советника императора Александра III. Приближенные к Мещерскому молодые люди довольно быстро занимали неплохие государственные посты. Например, юный корнет Бурдуков стал чиновником особых поручений и получал хорошие деньги, хотя ни образования, ни благородного происхождения у него не было. А в 1887 году Мещерского поймали во время свидания с барабанщиком одной гвардейской части, но император тогда решил скандал замять. И опять же, на Мещерского косо смотрели не за его ориентацию, а за то, что любовников на работу устраивал. Уверена, если бы Мещерский раздавал посты любовницам, его бы тоже осуждали. Но женщин тогда до высоких должностей не допускали. Кстати, о женщинах. В Российской империи лесбийским отношениям внимания в принципе не уделяли. Психологи о них не говорили, в законах об однополых женских парах ничего не писали. Это не значит, что у лесбиянок было больше прав. Скорее, что у всех женщин было прав меньше. Никто не обращал внимания на то, как развлекаются две девушки. Всем было просто все равно. Впрочем, при дворе лесбийские пары все же иногда себя проявляли. К примеру, историки нередко вспоминают княгиню Екатерину Дашкову. Она любила наряжаться в мужской костюм и гордо говорила, что бог вложил в ее грудь мужское сердце. Фавориток при дворе у Дашковой не было, но ее связывали близкие отношения с молодой англичанкой Мартой Уильмант, приехавшей в Россию в качестве компаньонки. Дашкова от природы была довольно скупой и берегла каждую копейку, но на подарки для Уильмант не скупилась и щедро ее одаривала. Когда Марта вернулась в Англию, Дашкова посылала ей письма, где признавалась в любви и называла Уильмант своей душой. Узнавать о нравах российского общества лучше всего через литературные произведения. Письма, личные дневники, мемуары. О жизни простых людей сохранилось мало свидетельств. Зато много интересных историй есть в биографиях знаменитых жителей России. Не секрет, что крайне насыщенная сексуальная жизнь была, например, у Льва Толстого. Мы не можем прямо сказать, можно ли считать Льва Николаевича бисексуалом. Тем не менее, перечисляя эпизоды юношеской влюбленности, Толстой неоднократно останавливается на необъяснимой симпатии к различным мужчинам. В мужчин я очень часто влюблялся. Для меня главный признак любви есть страх оскорбить или просто не понравиться любимому предмету. Просто страх. Я влюблялся в мужчин, прежде чем имел понятие о возможности педрастии. Но и узнавши, никогда мысль о возможности соития не входила мне в голову. Толстой стыдился своего влечения, о чем также активно писал в многочисленных дневниках. Позднее в одно из главных своих произведений, Анну Каренину, Толстой внес многое из личной жизни. Так Левин, прообразом которого стал сам писатель, так же, как и Толстой, заставляет молодую супругу прочесть дневники со всеми порочными похождениями, чтобы между ними больше не осталось границ. Одно лишь уточнение. Лев Николаевич, в отличие от Левина, заставил супругу прочесть их в первую брачную ночь. Последние 10 лет совместной жизни Толстых превращаются в сплошной скандал. Любовный треугольник образуется между Толстым, его женой и хорошим другом семьи Владимиром Чертковым. О личных перепитиях семьи Толстых узнает вся столичная общественность. 66-летняя Софья Андреевна и 56-летний Чертков бьются за 82-летнего Толстого. Софья Андреевна сходит с ума от ревности, постоянно грозит мужу самоубийством, а писатель грозится оставить ее без средств к существованию и переписывать завещание. В ночь на 28 октября 1910 года Толстой окончательно сбегает к Черткову. В прощальной записке он просит супругу не искать его. Впрочем, за Софью Андреевну это делает пресса. Уход Толстого из дома уже через день становится главной новостью всех российских газет. Журналисты едут за ним по пятам и печатают подробные репортажи о том, куда приехал Толстой, как он позавтракал на станции и кто зашел с ним в поезд. 7 ноября 1910 года писатель умирает. «Я много люблю, всех люблю» становится его последними словами. Похожие отголоски гомосексуальности и бисексуальности можно найти в дневниках других великих писателей, художников и композиторов. Не секрет, что геем был Петр Ильич Чайковский, а некоторые литераторы до сих пор спорят, можно ли найти признаки латентной гомосексуальности в произведениях Гоголя. Но думаете, такие нравы были только у людей искусства? Тогда позвольте рассказать вам следующую историю. Однажды в Петербурге вывесили афиши, сообщающие, что в скором времени в модном кабаре-аквариум состоится выступление некой французской певицы. Имя артистки было заменено тремя точками, что только подогрело интерес у публики. В назначенный день в кабаре был настоящий аншлаг. Слегка растерянная певица замерла в ожидании. Девушку подбадривают, а несколько восхищенных ее красотой офицеров даже свистят. И вот, поборов волнения, молодая артистка исполнила задорную французскую песенку. Зал тонет в аплодисментах. После этого ее трижды вызывали на бис, а поклонники толпами собирались у гримерки. Вести о юной звезде разлетаются по Петербургу. И, конечно, она бы так и продолжала выступать в том кабаре, если бы не один конфуз, случившийся во время седьмого выступления. По бриллиантам на шее и по общему сходству с матушкой люди узнали в прекрасной француженке молодого графа Феликса Юсупова. Так карьера певицы кончилась, едва начавшись. А дома Феликса ждал очередной скандал. Ни первый и ни последний. Благодаря влиянию отца и личному вмешательству императорской семьи скандал удалось замять, а Феликс продолжал менять обличия. В своих мемуарах он упоминал, что ему нравилось, когда офицеры ухаживали за ним и оказывали знаки внимания. Сегодня Феликс Юсупов широко известен в первую очередь как убийца Распутина. В сговоре с Владимиром Пуришкевичем, поручиком Сергеем Сухотиным и великим князем Дмитрием 17 декабря 1916 года они отравили, расстреляли и утопили 47-летнего старца. Одного этого достаточно, чтобы войти в историю. Однако кроме убийства в судьбе юного графа были и другие, не менее яркие драмы. Ходили разговоры, что Юсупов был любовником великого князя Дмитрия, того самого, который участвовал в убийстве Распутина. Конечно же, официально быть вместе они не могли, но и без этого в отношениях пары было полно проблем. Из-за скандалов и ссор Дмитрий даже пытался покончить жизнь самоубийством. Тем не менее, окончательно пара рассталась именно из-за убийства Распутина. После сговора и следствия Дмитрий был выслан в Персию, что чудом уберегло его от смерти, постигшей всю царскую семью во время революции. Феликс же эмигрировал сначала на Мальту, а потом в Англию, где долгое время консолидировал русскую эмиграцию. Несмотря на разлуку, Феликс и Дмитрий долгие годы состояли в переписке. И это при том, что Юсупов был на тот момент женат. Большинство писем сохранилось до наших дней, и в 2015 году во Франции их переписку продали с аукциона. Часть писем выкупил и Росархив. Не сложно догадаться, что ни одно любовное письмо в российские архивы не попало. Нечего историкам про гомосексуальную жизнь Юсупова знать. В кино и культуре Юсупова часто показывают, как веселого и богатого извращенца, берущего от жизни все. Но в реальности Феликс не знал, как жить эту жизнь. Во многом из-за своей любви к мужчинам. Вот что он писал в своих мемуарах. «По правде, эта игра веселила меня, и притом льстила самолюбию, ибо женщинам нравится я мал был, зато мужчин мог покорить. Часто говорили, что я не люблю женщин. Неправда. Люблю, когда есть за что. Но должен признаться, знакомые дамы редко соответствовали моему идеалу. По-моему, мужчины честнее и бескорыстнее женщин. Меня всегда возмущала несправедливость человеческая к тем, кто любит иначе. Можно порицать однополую любовь, но не самих любящих. Нормальные отношения противны природе их. Виноваты ли они в том, что созданы так? Активно свою любовь к мужчинам проявлял и один из известных меценатов и покровителей искусства Сергей Дягилев. Он совершенно не воспринимал женщин в сексуальном плане. При этом, как человек искусства, он жил в мире, восхваляющем женскую красоту. Но, несмотря на это, поощряя свое стремление к прекрасному, Дягилев создал собственную нишу, воспевающую критерии мужской красоты и стиля. Причем он не скрывал своего влечения к мужчинам, и вся общественность об этом знала. Вдохновленный круговоротом любви, Дягилев стремился создавать искусство на века. Он был настоящим фанатиком. И да, это не отменяет того факта, что, используя деньги и влияние, Дягилев всячески продвигал своих любовников. При этом сегодня можно с уверенностью заявить, что часто увлечения Дягилева доходили до принуждения. Если возлюбленный танцор не желал сближения с мэтром, то его карьера заканчивалась еще до завершения гастролей. Важно отметить, что Дягилев ценил в первую очередь красоту молодости. Всем семерым главным любовникам его жизни было от 16 до 19 лет. Их отношения со стремительно стареющим, ревнивым Дягилевым никак не могли закончиться хорошо. Благодаря трудам Дягилева мир узнал, что такое русский балет. Из-под его протекции вышли такие композиторы, как Стравинский, Равель, Дебюси, Прокофьев, художники Бакст, Пикассо, Както, но и сам великий Федор Шаляпин. Да, возможно, талант этих людей и без вмешательства новгородского продюсера оставил бы след в истории. Но Серебряный век, без сомнений, имел бы совершенно другой облик. Кстати, о Серебряном веке. В эту эпоху проявление однополой любви стало более открытым. Нет, законодательно все осталось на том же уровне. С 1832 года за однополый секс наказывали. Однако, само общество стало гораздо спокойнее относиться к публичным проявлениям чувств, в том числе и среди женщин. В Серебряном веке стали гораздо заметнее и лесбийские отношения. Женщины стали свободнее проявлять свои чувства, а общество на такую любовь смотрело, как на что-то милое и нежное. Две девушки, которые всегда ходят вместе и обходятся без мужчин, особо никого не удивляли. Правда, общество мало верило в серьезность таких отношений. Лесбийские пары считали просто близкими подругами или же так, временным увлечением. О сексуальной и даже трагической стороне их жизни никто не думал. В русской литературе первым романом о лесбийских отношениях считается произведение Лидии Зиновьевой «Аннибал. 33 урода». В нем две девушки начинают совместную жизнь. Главная героиня видит, как ей восхищается ее возлюбленная Вера и из-за этого тоже начинает чувствовать себя красивой. Девушка решает заказать собственный портрет, но ни один художник не может передать ту красоту, которую видит ее любовница. В итоге получается 33 уродливых картины. Финал произведения трагичен. Одна из женщин кончает жизнь самоубийством. След в литературе оставила еще одна пара. Поэтесса Марина Цветаева и София Парнок. Цветаева по ее собственным признаниям испытывала одинаковое влечение как к мужчинам, так и к женщинам. «Я не в Онегина влюбилась, а в Онегина и Татьяну. И, может быть, в Татьяну немножко больше. В них обоих вместе. В любовь. И ни одной своей вещи я потом не писала, не влюбившись одновременно в двух. В нее немножко больше. Не в них двух, а в их любовь». На момент встречи с Софией Парнок Цветаева была уже замужем, но неизвестные ей ранее чувства захватили поэтессу. Девушки жили вместе какое-то время. Все, включая семью Цветаевой, знали об их отношениях, но открыто не осуждали и не вмешивались. А один из известных стихов Цветаевой «Под лаской плюшевого пледа» посвящен как раз-таки Софии Парнок. Эти отношения долго не продлились. У Парнок вскоре появилась другая любовница, и Цветаева навсегда ее вычеркнула из своей жизни. Но спустя пару лет у поэтессы начался новый роман с актрисой Софией Голидой. Их роман тоже вскоре закончился, но на этот раз без скандалов. София была бисексуальна и вскоре влюбилась в мужчину и захотела выйти замуж и родить ребенка. Цветаева сама была замужем, и дети у нее были, так что желания Голида и были поэтессе понятны. Позднее Марина Цветаева рассуждала о том, что отношения с женщиной не могут быть долгими, так как главная цель женщины родить ребенка. Январь 1921 года. Промерзший Петроград. В квартире милиционера Александра Мишеля собрались 95 человек. Большинство из них сослуживцы, матросы и красноармейцы. А собрались они, чтобы принять участие в самой, что ни на есть, мужской свадьбе. Многие гости переодеты в женские платья. У некоторых повязаны красные ленты и гвоздики. Они что, не боятся преследования? Ну, поводов для опасений у них и правда стало меньше. После событий 1905 года ослабла цензура. В России стала активно издаваться переводная научно-популярная литература, в которой гомосексуальных людей описывали не с позиций религии, относившейся к ним однозначно негативно, а с позиций науки, где велись активные дискуссии о гендере и сексе. После революции 1917 года все статьи, преследовавшие гомосексуалов, совсем отменили. Мода на тайные общества вкупе с зачатками свободы и открытости привели к тому, что еще во время Первой мировой войны в Петрограде возникло множество обществ и салонов квир-направленности. Поймите правильно, такие собрания нельзя было в полной мере назвать гей-клубами в нашем современном понимании. Это были объединения обычных людей, которые впервые в своей жизни смогли относительно открыто показывать, кто они и что чувствуют. Им было приятно находиться среди единомышленников, у них не было программ и манифестаций, было лишь желание жить спокойно. Так, например, одним из самых ярких травести из простых был Иван Греков, здоровяк, матрос-хлебопек 2-го балтийского флотского экипажа и по совместительству женский имперсонатор по прозвищу Фифи. Рядом с ним на фото Лев Люлю Савицкий, невеста на свадьбе, красноармеец, артист культпросвета 2-го запасного инженерного батальона. И таких ярких неординарных историй сотни. К сожалению, сегодня эти подробности известны не благодаря любовным письмам и мемуарам, а благодаря материалам дела. В начале 20-х участников подобных травести вечеринок не преследовали, однако по доносам бдительных граждан порой забирали за хулиганство. Позднее многие участники, привлекшие к себе внимание органов, были репрессированы. Конкретно на героев мужской свадьбы в квартире милиционера Александра Мишеля доложил подводник, верный коммунист Афанасий Шаур. И цель его была отнюдь не разоблачить любителей травести, а банальное продвижение по службе. Он хотел раскрыть контрреволюционный заговор, сдав всех своих гостей милиции. Также идеи сексуальной революции хорошо сочетались с идеями революции социалистической. На короткий промежуток времени в советской России преобладала идея, что классическая семья больше не имеет смысла. Семью считали еще одним буржуазным институтом, цель которого ограничивать свободу развития человека. Отсюда и появились первые дома коммуны. Была идея построить общество из государства Платона, в котором люди поделены на классы и каждый занимается своим делом. Кухарки готовят сразу на весь дом, рабочие строят коммунизм, ну а идеологически подкованные учителя воспитывают детей. К тому же в Российской империи не было закрепленного юридического понятия брака. В первую очередь ценилось венчание, но с приходом атеистических советских взглядов брак в церкви потерял всякую силу, а понятие ЗАГСа еще только предстояло изобрести. Рассвет новых взглядов на сексуальность привел и к научному развитию. Так, именно в это время в России начинается бум психоневрологических исследований. Гипотеза о том, что гомосексуальность это болезнь, привела к возникновению отдельного направления в биологической науке. Да, сегодня эти первые опыты по изменению пола или влиянию на гормональную систему человека без сомнения можно считать ужасными. Но они были первыми. В 20-е годы получившие относительную свободу ученые из советской России впервые задумались об экспериментах по скрещиванию видов искусственному оплодотворению и вплотную подобрались к изучению генома. Невозможно даже представить, какой вклад эти разработки могли бы привнести в науку. И кто знает, возможно, сложись все немного иначе, и Цветаева, Дягилев и Юсупов прожили бы жизнь по-другому. Но тут явился Сталин. В советском обществе с его здоровой нравственностью гомосексуализм как половое извращение считается позорным и преступным. Это цитата из Большой советской энциклопедии Второе издание. Уже из одной этой цитаты понятно, какой огромный шаг назад сделал Советский Союз и как сильно изменилась жизнь гомосексуалов. С приходом к власти Сталина жизнь представителей ЛГБТ резко ухудшилась и даже стала опасной. В конце 20-х годов в России начали строить новое общество, где не было места не только однополому, но и любому сексу в принципе. Позже в СССР роль медицины и психиатрии заметно снизилась. В связи с этим гомосексуалы из категории психически больные постепенно были причислены к категории преступники. Сперва борьбу с гомосексуализмом сделали частью идеологии. Якобы однополые отношения это одна из вещей, мешающих созданию коммунизма. Некий пережиток буржуазии, который чужд советскому человеку. А позже в середине 30-х годов однополые отношения и вовсе стали преступлением. В 1933 году будущий глава НКВД Генрих Ягода написал Сталину доклад о цитата «раскрытие объединения пидорастов». Якобы его люди обнаружили в Москве и Петербурге целую шпионскую ячейку, которая создавала гей-салоны и притоны, чтобы затем развращать там молодежь и привести с СССР к политическому разложению. В ходе рейда было арестовано несколько сотен человек. Позже Ягода жаловался, что этих плохих людей даже арестовать нельзя, мол, нет у нас закона, чтобы помешать представителям ЛГБТ светлое советское будущее портить. На этой почве закон и появился. В 1934 году президиум ЦИК СССР принял постановление, половые отношения двух мужчин стали считаться преступлением, наказание, тюремный срок до пяти лет. Но в руках приближенных Сталина любой закон превращался в инструмент для репрессии и политических чисток. Скоро обвинение в гомосексуализме стало одним из рычагов давления, чтобы убрать неугодных руководства людей. Их, конечно, можно было просто объявить предателями, но предателям уже ложится звучало как более суровое обвинение. Одно из громких дел так называемое дело Флоринского. Под него попали дипломат Дмитрий Флоринский и ряд его подчиненных из Народного комиссариата иностранных дел. Дипломата посадили на пять лет, а позже приговорили к расстрелу. Неизвестно, был ли Флоринский гомосексуалом, но зато мы точно знаем, что гомосексуалом был его бывший начальник, революционер и нарком Георгий Чичерин. О том, что ему нравятся мужчины, знало все полетбюро. А вышедший закон о наказании за однополый секс, это был прекрасный повод устроить чистки среди дипломатов. Якобы Чичерин привел в комиссариат таких же геев, как он сам, а от гомосексуала до шпиона один шаг. Самого Чичерина арестовывать не стали, он в то время серьезно болел и умер спустя несколько лет после дела Флоринского. То, что в мужеложестве часто обвиняли лишь для того, чтобы избавиться от человека, доказывает, например, арест композитора и певца Вадима Козина. Он, по своим собственным словам, довольно рано осознал, что является гомосексуалом. В постреволюционный период он, как и многие представители ЛГБТ, чувствовал себя свободно. Так что его гомосексуальность не была каким-то секретом. После введения закона о мужеложестве Козина никто не трогал. Он был звездой эпохи, блистал на сцене, ездил на гастроли. А в годы войны постоянно давал концерты для военных и записывал патриотичные песни. Внезапно, после окончания войны, его арестовали и осудили на 8 лет за гомосексуализм. Об ориентации Козина вспомнили не случайно. Незадолго до ареста у певца случился конфликт с Берией. Козин обвинял Лаврентия Палыча, что тот не смог вывести его семью из Ленинграда, из-за чего его родные умерли во время блокады. Берия же, в свою очередь, винил Козина в том, что у того мало песен про Сталина. Неизвестно, из-за чего именно поругались Козин с Берией, но, как отмечают историки, арест Козина был делом чисто политическим. Скорее всего, из-за той самой ссоры. После смерти Сталина отношения к геям особо менять не стали. Культ личности, вождя развенчали, массовый террор прекратился, амнистию провели, но жизнь гомосексуалов легче не стала. Одна из причин распространения тюремной культуры. В сталинских тюрьмах насилие мужчины над мужчиной было чем-то обыденным. По словам историков, в ГУЛАГах существовал особый криминальный язык, традиции и ритуалы, связанные с изнасилованием мужчин. Особенно тех, кто был обвинен в гомосексуализме. Для них попадание в тюрьму часто означало жуткую жизнь человека третьего сорта. По мнению историка Дэна Хилли, власти СССР боялись, что огромное количество бывших заключенных принесут насилие и гомосексуализм из ГУЛАГа в общество. А потому начали еще активнее преследовать людей за их ориентацию. К тому же обвинение в гомосексуализме по-прежнему было удобным рычком давления, чтобы посадить неугодных людей. Казалось бы, при Хрущеве была оттепель, но вот количество дел о преследовании гомосексуалов выросло на 40%. В частности, из-за возможных обвинений в гомосексуализме многие бежали из СССР. Среди них артист балета Рудольф Нуреев, который стал первым советским артистом-невозвращенцем. Из Союза бежал и пианист Юрий Егоров. Он, по его словам, устал жить с комплексами и чувствовать себя психически больным. Новая советская власть не чуралась методов Сталина, обвиняя в гомосексуализме тех, кого просто хотела убрать с пути. Так КГБ сломала жизнь и карьеру режиссера Сергея Параджанова. Он своей гомосексуальности не отрицал. Более того, однажды он уже был за нее осужден в 1948 году, когда учился в университете. И вот 25 лет спустя уже известного режиссера снова обвиняют в гомосексуализме. Но, как отмечают исследователи того времени, дело явно сфабрикованное из кучи нарушений. По сути же, Параджанова посадили за политические высказывания и открытую критику властей. Еще одно судебное дело сфабриковали против антрополога и историка Льва Клейна. Советской власти не понравились его исследования, часть которых не совпадала с советской повесткой. В итоге его обвинили в мужеложестве. Но, по словам Клейна, то, что дело сфабриковано, понимали даже его сокамерники. Они по своим внутренним каналам выяснили, появлялся ли Клейн в местах для геев, вступал ли в контакт с кем-то из них. В итоге сокамерники сочли обвинение липовыми. Как отмечает Клейн, это сделало его пребывание в тюрьме более спокойным. В противном случае он, согласно тюремной культуре, подвергался бы насилию. Разумеется, такое преследование геев не привело к уничтожению ЛГБТ. В Советском Союзе могли сколько угодно заявлять, что геев и лесбиянок у нас нет, но они от этого никуда не девались. Им приходилось скрываться, их жизнь часто была похожа на ад, а попадание в тюрьму грозило постоянным насилием. Но они продолжали создавать тайные места для встреч. Если преследование представителей ЛГБТ к чему-то и привело, то только к распространению жестокости, насилия и венерических заболеваний. Когда советская власть объявила охоту на гомосексуалов, убийцы и насильники воспользовались этим шансом. Число преступлений против ЛГБТ представителей начало расти, полиция при этом бездействовала. А поскольку гомосексуалы не могли свободно заявить о своей ориентации, то и к адвокатам обращаться у них не было возможности. К врачам представители ЛГБТ тоже не обращались, а когда группа людей вынуждена скрываться и постоянно менять половых партнеров, чтобы не быть пойманными, от таких встреч венерические заболевания лишь быстрее распространяются. Когда в СССР началась эпидемия СПИДа, именно гомосексуалы были обвинены в его распространении. Частично этот стереотип действует в России до сих пор. В общей сложности по разным оценкам за 60 лет действия советских уголовных статей за однополые отношения было осуждено от 25 до 250 тысяч человек. К середине 80-х дискуссии о правах ЛГБТ стали гораздо свободнее и активнее. В журналах и газетах, особенно молодежных, стали печатать статьи о жизни гомосексуалов, об их искалеченных судьбах и о том, как им приходилось скрываться. Из общественной стороны дискуссия постепенно перетекла в юридические круги. Психологи и правозащитники еще с середины 70-х начали обсуждать жестокие законы против представителей ЛГБТ. Ряд специалистов, например, Алексей Игнатов, даже направляли запросы и отчеты в Министерство внутренних дел СССР. Тогда процесс декриминализации сдвинулся с мертвой точки, во многом благодаря политике гласности, введенной Михаилом Горбачевым. К примеру, группа «Аукцион» во время фестиваля «Рок против террора» выступила с открытым заявлением в защиту гомосексуалов. Группа составила петицию, которую подписали многие деятели искусства, включая группу ДДТ, группу Чаев, сатирика Михаила Жванецкого и других. Однако окончательно законы против представителей ЛГБТ были отменены лишь после распада Советского Союза. И то вовсе не потому, что российская власть вдруг озаботилась темой прав сексуальных меньшинств. Наоборот, после развала Союза людей продолжали задерживать. С 1991 по 1992 год по этой статье было осуждено около 600 человек. Лишь в мае 1993 года однополые отношения были декриминализованы. Произошло это благодаря Совету Европы. Россия как раз собиралась туда вступить, а для этого нужно было привести в порядок законодательство. Закон был отменен без особой огласки. Об его отмене просто написали в газетах. Сдвиг произошел и в общественном сознании. Уровень гомофобии в России падал, геи и лесбиянки начали свободнее проявлять себя. Были даже попытки создать правозащитные организации и ассоциации. Появлялись и специальные издания для представителей ЛГБТ. Газета «Тема», журналы «Пробуждение» и «Риск». Но все издания, не находя источников финансирования, вскоре закрывались. С движениями и ассоциациями тоже шло не все гладко. Во-первых, их отказывались регистрировать. Так, в 1995 году в Москве незаконно отказали в регистрации Общенациональной ассоциации лесбиянок, геев и бисексуалов «Треугольник». Сослались на то, что ассоциация якобы противоречит общественным нормам нравственности. Вторая причина внутренней распри и отсутствие политического опыта. Какие-то участники движения хотели привлекать внимание к своей проблеме путем митингов и массовых демонстраций, в том числе с привлечением западных партнеров, в первую очередь американских журналистов и представителей геи ассоциаций США. Кто-то наоборот был против радикальных действий и хотел постепенно вводить тему ЛГБТ в общественную дискуссию. Как отмечает историк Игорь Кон ни к чему хорошему раскол не привел. Те, кто хотели громких лозунгов, лишь отпугнули от себя российскую общественность. Слишком тихая деятельность тоже успеха не принесла. Но так или иначе это был шаг вперед в борьбе за права ЛГБТ. Активисты учились выражать себя, постепенно продвигали тему в общественную дискуссию. В интернете же стали возникать сайты и форумы, где россияне могли обсуждать данную проблему и оповещать друг друга о грядущих фестивалях и мероприятиях. Да, это не полная свобода. До нее еще было далеко. Но это все равно было движение в правильном направлении, уход от стигматизации и криминализации. Возможно, еще несколько лет подобной гласности и открытости, и в России спокойно можно было бы регистрировать однополые браки. Но в начале десятых годов Путин резко обостряет антизападную риторику и консерватизм. К чему это привело, вы знаете. Сперва к закону о запрете ЛГБТ-пропаганды, а затем и вовсе к признанию ЛГБТ экстремистским сообществом. Когда в следующий раз услышите о традиционных ценностях и борьбе с ЛГБТ, то подумайте, о каких именно ценностях говорит Путин. Традиции на Руси однополый секс и трансвестизм не исключали. Он был частью человеческой жизни. Иногда косо смотрели, но не казнили и не преследовали. В Российской империи ЛГБТ тоже не очень-то и порицалось. Все знали, что советники императора своих любовников во власть протаскивают, а на баллах мужчины в женских платьях танцуют. В Серебряном веке традиции Путину тоже бы не очень понравились. Там люди свободно об ориентации говорили и отношения не скрывали. А уж после революции ЛГБТ-сообщество и вовсе вздохнуло с облегчением. Пожалуй, к путинской идеологии ближе всего мысли Сталина про то, что все эти извращения пришли с Запада, от буржуев проклятых. Но разве можно советские идеалы и тюремные понятия называть исконно русскими традиционными ценностями? Как показывает история, российскому обществу не чуждая ЛГБТ-культура. Когда-то она была яркой и неотъемлемой частью общественной жизни, а вот что чужда нашей стране, так это старики во власти, рассуждающие о том, кому и кого можно любить. Ставьте лайк, если вам понравился этот специальный выпуск. Чтобы его сделать, мы прочитали много исторических и научных материалов и потратили на это очень много времени. Специальные выпуски всегда требуют больше усилий и ресурсов, так что если вы хотите, чтобы такие видео выходили почаще, вы можете стать нашим спонсором или сделать одноразовое пожертвование. Все нужные ссылки можно найти в описании. И спасибо тем, кто уже нас поддерживает. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Все решено, мама я гей, папа я гей, Можете просто промолчать, Можете злиться или беситься. Ну а я...